Привет, меня зовут Сергей Вострецов, я федеральный диктор и тренер по голосу. Ну, больше, наверное, все-таки федеральный диктор, потому что своим собственным голосом я занимаюсь большее время, чем голосами своих студентов. Меня зовут Пол Раймонд, приветствую в моем мире эротики. Прошу, подходите. Вы не разочаруетесь. Вы же взрослый человек, вам не надоело? Эй, Билли, уже уходишь? Не останавливайся. Ты мужиком никогда не был. Не надо, Билли, идем. Я заберу твой пояс. Так, кого надо убивать? Не при детях. А, одного из них? Нет. Начал я свою карьеру, наверное, с 1996 года, когда первый раз сел за микрофон одной радиостанции в городе Якутске. Да. Именно оттуда я. Я там родился. Прожил 20 лет, потом уехал в Москву. Работал там на радио. По профессии я актер театра и кино. И вот оказавшись здесь, в Москве, я, наверное, в этот самый момент понял, что я могу работать не только на радио, в эфире, но и просто продавать свой голос, озвучивать фильмы, озвучивать рекламу, озвучивать программы, озвучивать просто какие-нибудь презентации и так далее. Очень страшно, кстати, было в какой-то момент сознать, что можно уйти от какой-то одной постоянной работы, отказаться от зарплаты и быть фрилансером, бегать из одной студии в другую. И не иметь уверенность в том, что будет ли в этом месяце такая же зарплата, как раньше. Но вот так вот, бегая, 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 все никак не могу остановиться. Да, готов. На данный момент я являюсь голосом телеканала Муз-ТВ. Супер-эксклюзив на Муз-ТВ. Супер-микс главных хитов. Супер-драйв топовых хитмейкеров и фрешменов Муз-ТВ в живом исполнении. Также некоторое время назад мы делали большую программу, большой цикл программ мы сняли под названием «Дорожные войны». Да, моим голосом озвучены «Дорожные войны», которые до сих пор идут, уже мы не снимаем несколько лет, но они продолжают до сих пор идти. Ну, давайте попробуем. Итак, трейлер. Когда на дорогах России станет спокойно и комфортно, когда все будет предсказуемо и логично, появятся они. Непредсказуемые решения. Озвучивают документальные фильмы на Первом канале. Брат. Иначе как братом Сергея Бодрова не называли. Он и был для всех как родственник. Его считали своим. Казалось, там парень у соседнего подъезда, ну такой же. На экране один, а в жизни совсем другой. Интеллигентный, начитанный, образованный. Помимо этого, на РЕН-ТВ у меня есть две такие очень интересные программы, посвященные неопознанным, странным, мистическим происшествиям, имеющим место быть в нашей жизни. Программа называется «Засекреченные списки» и «Тайный чап». Сегодня в программе. Тормозим. Почему мы пользуемся устаревшими автомобильными технологиями. Существуют определенные заговоры. Темная сторона Генри Форда. За что промышленника наградили нацистским орденом. С недавних пор, ну как с недавних, наверное, уже на протяжении семи лет я также работаю и с другими людьми в плане раскрытия потенциала их голоса. Тоже произошло это достаточно случайно. Решил завести ютуб-канал, в котором рассказывал бы, как живет диктор, как он озвучивает программы, рекламы и так далее. Но потом в какой-то момент люди начали спрашивать поделиться с ними лайфхаками и секретами работы над голосом. На тот момент, я помню, было 800 человек у меня. Не-не-не, вру. 200 человек было подписчиков. Я думал, о, прикольно. Здорово. Ну так, узконаправленно. 200 нормально. Люди начали спрашивать, а как же можно развить свой голос? Показал Павлу пару приемов, которые мне казались еще на тот момент очень такими простыми, банальными. Люди заинтересовались. Стало интересно. После первых уроков порядка 800 человек и подписчиков у меня стало. Сейчас, на данный момент, уже 61 тысяча подписчиков. Я считаю, что без всякого хайпа, без всяких лишних слов, без всяких таких развлекательных моментов узконаправленная аудитория, на мой взгляд, это очень хорошо. Это много людей. А также все это вылилось в дальнейшем в школу-мастерская голоса, где каждый месяц ко мне приходят люди, где я их учу. Я знаю, зачем ты пришел, Джордан. Ты думаешь, я не знаю? А я знаю, паршивец. О, хорошо, только мне не хватает злости. Злости. Прям злости. Он такой гад. Знаешь, он такой... А-а-а! У тебя дети есть? Пока нет. Вот, если бы была у тебя дочка, ты бы знал. Приготовились. Ты только запомни. Да, я глух и нем. Что бы там ни случилось, я никому ни разу в жизни не проболчаюсь. По праву могу назвать свою школу уже международной, потому что у меня очень много студентов из разных стран со всего мира. Есть студенты из Канады, из Америки, из Великобритании, из Германии, из Польши, Украины, Казахстана и так далее. Вот, в принципе, и весь мой путь успеха. Приходите в школу Мастерская Голоса. Я научу вас правильно, красиво, глубоко говорить, пользоваться своим голосом и влиять на сознание людей.